Количество пациентов со страшным диагнозом рак, к сожалению, растет с каждым годом. На данный момент на учете у онкологов состоит около трех миллионов россиян. Эта болезнь ежегодно уносит жизни нескольких тысяч людей. Причем онкология молодеет. На тем, чтобы сократить число онкобольных, выявлять заболевания на ранней стадии, в буквальном смысле исцелять людей, работают лучшие умы. И сегодня в ходе конференции эксперты из Москвы, Краснодарского края и других регионов делятся друг с другом опытом и называют беспрецедентной современную методику борьбы с раком молочной железы. Правильным лечением является таргетная терапия, то есть терапия направлена на конкретную опухолевую клетку и наибольший прогресс достигнут в лечении так называемого ХЕР-2 позитивного рака молочной железы. К таким препаратам относится Катсила, еще один новый препарат Пириета, поэтому очень большой прогресс и наша медицинская общественность делает все возможное, чтобы настоящее стало нашим будущим. Только в Краснодарском крае с этим диагнозом борются более 18 тысяч человек. Больше всего пациентов уже имеют вторую стадию сложности заболевания. Это значит, что злокачественное новообразование на раннем этапе обнаружить сложно, так как профилактическую диагностику проводит далеко не каждый человек. Уже сейчас врачи с уверенностью говорят о возможности лечения рака молочной железы, но подчеркивают только при условии ранней стадии. Те таргетные подходы, которые используются в современной онкологии, позволяют не просто помочь пациенту облегчить какие-то симптомы, но и реально продлить жизнь. На многие годы подходы, которые используются в таргетной терапии, предполагают малотоксичную терапию. Они направлены на воздействие конкретной мишени в опухоли, что позволяет снизить токсичность и увеличить выживаемость при ряде локализации. Эксперты говорят о трудности лечения рака, связанной с тем, что это заболевание состоит сразу из нескольких болезней. Здесь важно, чтобы диагностика была проведена вовремя. Тем не менее, как утверждают специалисты, бороться с онкологией в последнее время удается даже в так называемой запущенной стадии. Но для этого нужны современные препараты, включить которые необходимо во все льготные списки. Вопросы включения препаратов в список тех или иных льготных лекарственных средств, они сейчас урегулированы правительством, Минздрав и другие федеральные органы власти имеют такую межведомственную комиссию, которая занимается этими вопросами. Очередное заседание комиссии будет уже, наверное, в третьем квартале текущего года. Мы, безусловно, будем работать над тем, чтобы органы власти сделали этот процесс более понятным для пациентов, как конечных потребителей медицинских технологий, и более прозрачным как для производителей, так и для врачебного сообщества. Кроме того, житель каждого региона имеет право воспользоваться услугами федеральных клиник и получать консультации сразу у нескольких специалистов, а не наблюдаться только у одного врача и в итоге найти для себя наиболее подходящий и эффективный способ лечения заболевания. И они уже действительно есть.